Состоялось очередное заседание Общественного фонда по противодействию коррупции. На повестке дня обсуждена работа Фонда обязательного социального медицинского страхования. Рассмотрены меры противодействия коррупции. Члены совета засыпали вопросами докладчиков и получили ответы на интересовавшие вопросы. С докладами выступил заместитель руководителя управления здравоохранения города Шимкент Пахаджан Абдулаев, который ознакомил с ходом проделанной работы. По его словам, учреждение проводит системную работу по снижению и недопущению коррупционных рисков. Но, как ни крути, недостатки все равно присутствуют. По его словам, из шести медицинских организаций Шимкента у четырех имеется критическая задолженность. Если медицинских организаций шесть, то по состоянию на 1 января этого года четыре медицинские организации имеют критический долг в 3,5 миллиарда тенге. Члены совета остались недовольны отчетом и задали дополнительные вопросы. Представитель правления был сбит с толку внезапно заданными вопросами и не смог ответить на некоторые из них. Члены совета посчитали это критическим, отозвали доклад и решили пересмотреть его на следующем заседании. Если вы хотите выступить с конкретным докладом и ответить на конкретные вопросы, трибуна ваша. Если вы не готовы, давайте не будем терять здесь время. Директор городского филиала Фонд социально-медицинского страхования Щерхан Шеримов также вышел на трибуну и отчитался о проделанной работе в рамках системы ОСМС. Коррупционных фактов в данной сфере не зарегистрировано. Профилактическая работа также проводится системно и находится под строгим контролем, говорит он. План мероприятий по борьбе с коррупцией утверждается ежегодно. Целью плана является предотвращение коррупции и правонарушений в фонде. Итоги были подведены соответствующим предложением и требованием о необходимости исправить ситуацию на основании приведенной критики. Нургис Абдижалилов, Ербол Махашев, Новости.